Слава Богу Братья и сестры Имею честь быть в вашем собрании И передаю приветствия и благословения С России, с земли Воронежской Церкви, где мы трудимся Любят народ Божий по всему лицу земли И желают вместе прославлять Бога Будьте благословенны Я когда собирался ехать сюда И у меня тут встречи назначались И я говорю, я хочу похвалиться Чем мы занимаемся И я проповедовал в одной церкви Им показал фотографии Где-то около 50 молитвенных домов Которые мы построили и строим В основном это церкви, которые мы открывали И сегодня развиваются они И мы стараемся, чтобы Слово Божие там проповедовалось Вы знаете, очень важно Это очень важно Это самая главная миссия Это проповедь Евангелия И создание церквей Где имя Иисуса Христа Стоит выше всего Слава Богу Я желаю сегодня говорить О смысле И о жизни в надежде Но прежде чем об этом я буду говорить Я хотел бы прочитать текст Из книги Бытие об Иакове Это 35 глава С первого стиха Бог сказал Иакову Встань Пойди в Вифиль И живи там И устрой там жертвенник Богу И вившемуся тебе Когда ты бежал От лица Исава Брата твоего И сказал Иаков Дому своему И всем бывшим с ним Бросьте богов чужих Находящихся у вас И очиститесь И перемените одежды ваши Встань и мы пойдем в Вифиль Там устрою я жертвенник Богу Который услышал меня В день бедствия моего И был со мною И хранил меня В пути которым я ходил И отдали Иакову всех богов Чужих Бывших в руках их И серьги бывшие в ушах у них И закопал их Иаков под дубом Который близ Сихема И отправились они И был ужас Божий На окрестных городах И не преследовали сынов Иаков И пришел Иаков в Луз Что в земле Ханаанская То есть Вифиль Сам и все люди Бывшие с ним И устроил там жертвенник И назвался ее место Эль-Вифиль Ибо тут явился ему Бог Когда он бежал от лица Исаава брата своего И явился Бог Иакову По возвращении его из Месопотамии И благословил его И сказал ему Бог Имя твое Иаков Отныне ты не будешь Называться Иаковом Но будет имя тебе Израиль И нарек ему имя Израиль И далее он сказал ему благословение Вы знаете Прежде чем Иаков Получил это откровение Он Имел отношение с Богом И вы помните Когда Он бежал от лица Исаава Он По дороге Лег спать Положил голову на камень И там он увидел Божье откровение Бог явился ему И когда он говорил С Богом Слышал Бога Проснувшись Он вот этот камень На котором он лежал Поставил его памятником И полил на него елеем И тогда сказал Господи Вот если ты сохранишь меня Я в мире вернусь Обратно То все что ты дашь мне Я десятую часть Отдам тебе И следующий раз Бог является Ему уже В Месопотамии Где он Работал У Лавана Двадцать лет спустя Бог вновь является Ему и говорит Я Бог Который явился Тебе в Вифиле Где ты поставил камень И полил елей И дал обещание Выйди обратно И приди В землю С которой ты вышел Я благословлю тебя И вот третий раз Бог является ему И говорит Теперь приди туда И живи там И построи мне Жертвенник Вы знаете для чего Ставятся памятники Чтобы помнили Для памяти Где и на каком месте А для чего Ставятся жертвенники Чтобы приносить Жертвы Знаете Бог говорит Я Вот тогда Я явился тебе Еще двадцать лет назад Я помню Что ты сделал Для меня И я слышал Что ты говорил Мне Вот теперь Приготовь Жертвенник Где мы будем Продолжать Иметь взаимоотношения И уже при этом Жертвеннике Бог Говорит с Иаковом И благословляет Его Благословляет Его потомство И передает ему Благословение Которое Он дал Аврааму Он благословляет Иакова У этого жертвенника И говорит Сегодня ты будешь Называться Израилем Вы знаете Иаков Много лет Жил В надежде На то Что Бог Говорил ему Иаков Это делал Потому что Верил Богу Бог что-то хотел В его жизни Но Будучи человеком Он Мог мыслить Или Видеть Что-то Вот Совсем Недалеко Но Бог Для него Определил Большое Будущее И мы Когда читаем 77 Псалом Псалом Асафа Где Асаф говорит Что Вот Иаков Заповедовал Своим Детям Чтобы они Заповедовали Своим Детям И заповедовали Еще дальше Детям Чтобы они Возлагали Свою Надежду На Бога Чтобы они Возлагали Свою Надежду На Бога При всех Обстоятельствах Жизни И Знаете Друзья Как хорошо Когда мы Сегодня Имеем Эту Надежду На Бога Мы Имеем Лучшее Обетование Чем Имел Иаков Мы Имеем Обетование Во Христе Иисусе И Я знаю Что Многие Переживали Эти общения С Богом Близкие Общения Но Немногие Построили Жертвенники Где Приносить Жертвы Богу Немногие Знают О том Что Бог Хочет От них Очень Часто Знаете Приезжая В церковь Ты видишь Что там Нужно Проповедовать Людям О том Чтобы они Верили В благодать Божью Что Спасает Бог Не за дела И во многие Церкви Надо приезжать И напоминать О том Что надо Служить Богу Надо Делать Дело Божье Во славу Его Чтобы в нашей Надежде Получить Воздаяние Апостол Павел Обращаясь Коринфянской Церкви Он Говорит Так О надежде Так Для нас Это Написано Ибо Кто пашет Должен Пахать С надеждою И кто Молотит Должен Молотить С надеждою Получить Ожидаемое Знаете Прежде чем Говорить О надежде Я хотел бы так Немного сказать Вот О тех Важных Вещах Которые Должны быть В нашей жизни И Апостол Павел Говорит В В 13 Главе Говорит Что А теперь Пребывают Ревера Надежда Любовь Знаете Вот Любовь Она дана Богом нам Бог научил Нас Любить Но К примеру Я скажу Вот у меня Есть семья Мы У родителей Наших Нас было Семером И мы Росли Дети Рождались Там После меня Я чувствовал Что меня Мои родители Очень любят А когда Рождались После меня Я видел Что Мои родители Их так же Сильно любят И находясь Вот В этой Атмосфере Родительской Любви Мы привыкли Чувствовать Друг друга Родными И знаете Те братья Которые Живут Рядом Со мной Сестра Мы Общаемся Запросто Как родные Братья Потому что В нас Вложена Родительская Любовь Сестра Сестра Которая Живет Уже 25 лет В Америке Она Для нас Такая Близкая И Когда Мы Встречаемся Мы Чувствуем Что Мы Родные Очень Вот Так В Боге Божья Любовь Она Основана Не на Наших Взаимоотношениях Друг Ко Другу Она Основана На том Что Мы Научились От Бога Мы Увидели Что Бог Любит Нас И Любит Братьев Сестер Мы Привыкаем К этой Любви И Учимся От Этой Любви И Наши Взаимоотношения Когда Мы Встречаемся Общаемся В церкви Они Всегда Должны Вот Быть Именно Исходить Из Представляли Вот Ту Славу Бога Который Он Наполнил Нас И Иоанн Говорит Смотрите Какую Любовь Дал Нам Отец Чтобы Нам Называться И Быть Детьми Божьими И Вы Знаете Я Верю Что Я Дитя Божье Бог Мне Дал Веру Для Того Чтобы Я Знал Что Мои Грехи Прощены Бог Дал Мне Веру Чтобы Я Побеждал Мир Бог Дал Мне Веру Чтобы Я Побеждал Дьявола И Я Живу Сегодня Этой Верой Это Мои Взаимоотношения С Богом Мое Доверие Богу И Вот Эта Вера Действует В нашей Жизни Бог Час Открывается Нам Именно Посредством Веры Почему Да Потому Что Я Имею Мир С У меня Есть Вот Это Оружие Общения Или Действие Общения С Богом Моя Вера И Когда Я Становлюсь На Колени Я Знаю Что Я Говорю С Богом Это Моя Вера Внутри Меня Живет Живет Но Когда Мы Говорим О Надежде Вы Знаете Часто Христиане Понимают Надежду Так Что Я Буду Ожидать И Люди Ожидают Ничего Не Делая Но Надежда Она Выражается В действии Написано Говорит Вот Земледелец Ждет Драгоценного Плода Для него Терпит Долго Тот Текст Который Я Прочитал Он Говорит Вот Если Ты Пашешь То есть Сделаешь Делом Это Дело Должно Быть Знаете Иметь Плод Для Нас В нашей Жизни Потому Что Придет Время Когда Это С этим Я Предстану Пред Богом И Моя Надежда Она Заключается В том Что Я Иду К Богу Я Верю Что В Боге Есть Воздаяние Я Знаю Что От Бога Есть Воздаяние Мы В надежде Получили спасение Мы Вы преуспеваете В деле Господнем Зная Что Труд Ваш Не Напрасен Труд Ваш Не Напрасен Вы знаете Как важно Понять Наше Служение Богу Как важно Находиться В этом Служение И Приносить Плоды Во Славу Бога Бог Желает Чтобы Мы Это Делали Знаете В свое Время Когда Я Имел Возможность Уехать В Соединенные Штаты Я Очень Желал Но Бог Мне Сказал Построй Жертвенник Там В Воронеже Там Приноси Мне Жертвы Я Благодарю Бога Что Сегодня Я Могу Там Приносить Эти Жертвы Они Приятны Богу Я Вижу Что Бог Благословил Меня В этом И Я Знаю Что Для Каждого Из Нас У Бога Есть Призвание Призвание И Очень Важно Чтобы Мы Наши Жертвы Приносили На Тот Жертвенник Который Бог Сказал Нам Построить Я Знаю Что У Многих Христиан Просто Есть Памятники Но Очень Важно Что Был Жертвенник Где Мы С Надеждой Приносим Наши Жертвы И Прославляем Бога Приносим Хвалу Богу Нашему Я Я Желаю С Вами Помолиться Сегодня На этом Месте И Хотел Бы Чтобы Мы Были Открыты Для Бога Именно Для Того Что Приятно Богу Знаете Богу Приятны Всегда Жертвы Наши Богу Они Приятны Это Наше Обещание Богу Это Наше Приношение Богу Это Наши Молитвы Это Наша Хвала Богу Наша Общительность Но Более Того Это Наша Жизнь Посвященная Богу Она Должна Быть На Жертвеннике Бог Поселил Нас На Это Месте Бог Позвал Сказал Живи Там Но Сооруди Мне Жертвенник Это Очень Важно Давайте Встанем Для Молитвы Бог Святой Твое Имя Великое И Славное Мы Уповаем На Тебя Великого Бога Мы Служим Тебе Ты Нашел Нас Господь Ты Позвал Нас Ты Дал Нам Твое Откровение Ты Для Нас Открыл Твою Славу Благодарность Тебе Я Благодарю Тебя Господь Что Сегодня Есть Это Чистая Жертва Народа Твоего Есть Жертвенники Господь Для Тебя Во Славу Твою Благословенной Вовеки Господь Я Благодарю Тебя И за Эту Церковь Что Здесь Имя Твое Проповедуется И Слово Твое Действует Могущественно И Славно Я Благодарю Тебя Господь Что Твое Божественное Откровение Оно Изменяет Оно Преобразовывает Оно Делает Новыми Слава Тебе Господь Мы Желаем Чтобы Ты Прославлялся Чтобы Имя Твое Светилось В нашей Жизни Хвала Тебе Благословенный Вовеки Бог Наш Отец Святой Дух Аминь Аминь Будьте Благословенны Благословенны Спасибо Благословенны Субтитры создавал DimaTorzok